Это новости на телеканале Губерния 33 в студии Андрей Белов. Здравствуйте. События, факты, комментарии. Говорим о главном к этому часу. В суток детреснул дом на улице Коммунистической. Одна из причин может быть в канализации, которая долгое время размывала фундамент. Происшествием заинтересовался Следственный комитет и лично его председатель Александр Бастрыкин. Мои коллеги продолжат тему. Дома на Коммунистической улице 55 лет. Во время новогодних каникул один из подъездов начал трещать по швам. Жители вспоминают, что услышали громкие звуки. Вы знаете, такое было, как будто петарда взрывает. Бум вот такой. И потом мы вышли. Дело в том, что вот я думала вообще сначала, что я говорю, что петарда дети взрывают. А у меня соседка по второму тоже этажу, она шла вечером с работы. И стучится ко мне. Я говорю, что случилось? Она говорит, не видела, вот на первом этаже стена. Ты видела, когда стены проваливаются? Я говорю, да нет. Мы вот с ней вышли. Потом стали вот Свету кричать ее. Она уже вышла. МЧС вызывала. Сотрудники тревожного ведомства провели эвакуацию. По данным экспертов, просел пол. Вслед за ним стена. Образовались трещины. Рабочие производят демонтаж разрушенных конструкций. Работы ведутся в ускоренном режиме, но достаточно аккуратно, потому что дом 1969 года постройки. Очень много скрытых дефектов разнообразных. Бережем за жизнь и здоровье рабочих, потому что угроза обрушения стен еще сохраняется. Завтра мы ждем экспертную организацию, которая повторно оценит необходимые материалы, которые необходимо закупить. И данный блок будет восстанавливаться за счет средств районной администрации. ЧП привлекло внимание не только СМИ, но и Следственного комитета. Одной из причин назвали протекающую канализацию. Александр Бастрыкин дал указание подчиненным из Владимирской области провести проверку. На данный момент дом не признан аварийным. Районная администрация со ссылкой на комиссию написала в своем аккаунте, что жители квартир, которые не пострадали от деформации стены, могут вернуться в свое жилье. Александр Инин, Александра Маркина и Артем Михалюта. К другим новостям. ДТП на оплатной трассе М12. Оно произошло сегодня утром в Петушинском районе. Около половины 10 утра столкнулись грузовой и легковой автомобили. Фура оказалась поперек проезжей части. В результате движения транспорта из Москвы во Владимир было затруднено. Сотрудники ГИБДД направляли автомобили в объезд по трассе М7. По предварительным данным полиции, за медицинской помощью участники ДТП не обращались. Продолжаем выпуск. Вступила в силу альтернативная мера поддержки многодетных семей. Напомним, для улучшения жилищных условий им полагается земельный участок. Теперь семьи с тремя и более детьми могут выбирать взять землю или деньги. Закон вступил в силу с нового года. По нему многодетные, если не хотят становиться собственниками предлагаемого участка, могут получить сертификат в размере 250 тысяч рублей. Поддержка оказывается однократна. На эти деньги можно выбрать землю самостоятельно или, например, вложиться в ипотеку. За праздничную декаду января во Владимирской области родились 147 детей. Мальчиков и девочек практически поровну. Большинство малышей появились на свет в родильных домах областного центра. Подробности расскажут наши корреспонденты. Первым в этом году появился на свет мальчик по имени Лев. Он родился в час ночи 1 января. Прийти в этот мир ему помогли сотрудники областного перинатального центра. Мама мальчика, 27-летняя ковровчанка Надежда Пугачёва, рассказала, что роды прошли легко и быстро. Это её первый ребёнок. Где будет рожать, выбирала заранее. Несмотря на то, что рожала в новогоднюю ночь, со мной вылазь персонал. То есть все помогали, поддерживали, старались подбодрить, чтобы как бы появился на свет человечек. А это Василиса. Тоже новый житель Владимирской области. Девочка весит 2 килограмма 850 граммов. Рост 49 сантиметров. Мама и папа счастливы. Я, конечно, ожидала, что это у нас будет прям срок в срок на Рождество, но наш подарочек решил появиться немножко раньше. Поэтому мы появились на свет 1 января. Главврач областного перинатального центра говорит, большая часть малышей в новогодние праздники родилась без патологий. Ещё какое-то время вместе с мамами они будут под наблюдением врачей. Здоровье малышей и роженец напрямую зависит и от специалистов центра. Вообще в новогодние праздничные и предпраздничные дни мы составляем усиленные команды. Самые ответственные врачи – акушер-гинекологи, нейонатологи, анестезиологи, ренематологи. То есть мы стараемся, чтобы самые сильные заведующие врачи с высшими категориями. Поэтому все на своих боевых постах. Наша работа, она продолжается круглосуточно, круглогодично. В конце декабря в областном перинатальном центре появилась платная семейная палата. Суточное пребывание в ней стоит 5400 рублей. Находиться в ней могут не только мама с малышом, но и кто-то из родственников. Подобные палаты есть только в Москве. Это комната для мамы с малышом, где удобная кровать двуспальная, кроватка для ребёнка. Кроватка для ребёнка, чтобы можно было его отвезти, допустим, на прививку, на взятие крови. Также это комната по типу такой гостиной кухни для родственников. 2024 год. В новой палате встретилась семья Ивановых. Их малыш родился 27 декабря. Мальчика назвали Давидом. Новогоднюю ночь мама, папа и ребёнок провели вместе. Это наш первый малыш. Мы долго его ждали, мы долго готовились. Роды прошли хорошо. В целом вообще, ну, довольно всем абсолютно. Обслуживающим персоналом, акушерами все максимально помогают, подсказывают, чтобы всё было лучше. Только в областном перинатальном центре с начала года родились 58 детей. 32 мальчика и 26 девочек. Двойняшек – всего одна пара. А вот год назад таких пар было четыре. Алексей Дудин, Дмитрий Базаров, Александр Маркина и Татьяна Семёнова. Жители Владимирской области приглашают стать с авторами энциклопедии семейных традиций. Инициатором проекта стала председатель ЗАГСобрания Ольга Хохлова. 2024 год объявлен нашим президентом годом семьи. Традиций у россиян много. Одну из них мы будем наблюдать совсем скоро. Многие не представляют ночь на крещение без обязательного ритуала окунуться в прорубь. Можно рассказать, почему в семьях соблюдается этот обычай, даже если стоят трескучие морозы. Другая традиция – проводить 8 июля в Муроме. Городской день любви, семьи и верности давно вырос до масштаба всероссийского праздника. Желающие составить энциклопедию семейных традиций могут заходить на страничку ВКонтакте и оставлять там свои им заметки и даже видео. Это будет наш проект Владимирской области – энциклопедия семейных традиций. И сегодня мне бы хотелось обратиться ко всем жителям нашей области, подключиться, написать эту энциклопедию, поделиться своими видео, в которых рассказать о тех семейных праздниках, традициях, которые есть в семье. И, знаете, это очень важно, потому что, возможно, не у всех они есть. И как раз те, у кого нет, могут посмотреть энциклопедии, эти праздники и какие-то взять себе на вооружение. Подарок на Новый год получили жители деревни Липно-Петушинского района. Почти 700 человек смогут посещать собственный ДК. Он станет точкой притяжения как для детей, так и для взрослых. Подробности расскажет Александра Маркина. В деревне Липно-Петушинского района открылся Центр культуры и досуга. Этого события ждали три года. Дом культуры многофункциональный. Фойе спроектировано так, что можно устраивать выставки. На первом этаже есть кинозал. На втором при желании можно поиграть в бильярд и шахматы. Объект достаточно инфраструктурно непростой, сложный. Имеет свою котельную автономную, подстанцию, резервную подстанцию. В общем, насыщен разной инфраструктурой коммунальной. Но и дизайнерские решения тоже необычные. Проект не стандартный, не типовой. Вот сейчас насыщаем объект музыкальным оборудованием, сценическим оборудованием. Практически все уже поставили. И вот сегодня, в преддверии Нового года, дарим подарок жителям не только деревни Липно. Поскольку этот дом культуры будет иметь статус многофункционального центра культуры и досуга, в котором могут найти себя коллективы со всего района. Ну и жители, соответственно, сюда приезжать. Дом культуры мог открыться и раньше, но подвел подрядчик. Пришлось его сменить. На строительство потратили около 75 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. В итоге получилось 600 квадратных метров современного досугового пространства. Новый дом культуры в деревне Липно – это, наверное, самый главный подарок этого года для жителей деревни, для жителей Петушинского района. Ну, необычно видеть в небольшом населенном пункте столь прекрасный, функциональный, красивый, я бы даже сказал, полезный объект культуры. Одна из жителей деревни Липно живет напротив дома культуры. За строительством наблюдала прямо из окна. Женщина признается, что с сегодняшнего дня ждали все семьи с нетерпением. Ждали вот внуки, потому что их у нас много. Рада очень, что у вас здесь детская площадочка. Ну, надеемся, что ты для нас, для бабушки найдется с дедушкой. Так что очень рады, очень довольны, очень понравился концерт, молодые, молодцы все. Надеемся, что и у нас найдутся такие же таланты и попеть, и потанцевать. Жителям Липно и ближайших населенных пунктов новый Центр культуры даст возможность открыть в себе таланты. Здесь можно петь, танцевать, будут и другие кружки по интересам. Приходить сюда можно всей семьей. Александра Маркина и Егор Евдокимов. В областном Центре изобразительного искусства новая выставка «Заснежные холсты». Экспозицию составляют картины как новичков, так и мастеров пейзажной живописи. Венец вернисажа – работа старой Владимир Кима Бритова. По цветам, например, она для Кима Николаевича достаточно такая сдержанная. Потому что Ким Николаевич все-таки он любил более яркие краски. Здесь она именно передает ту атмосферу зимнюю. И, собственно, эти вот охреские такие тона очень всегда непривычны для его работы. Выставка посвящена зимним пейзажам. В экспозиции нашлось место художникам со всего региона. У Владимирской школы живописи свои узнаваемые черты. Это и завышенные линии горизонта, и пестрые краски, и уникальные методы грунтовки. В нее художники добавляют опилки, клей, другие материалы, что придает картинам рельефность. Если посмотрим на здесь все работы, мы не увидим ни одного повторяющегося цвета. Хотя для нас снег, он один, а у художника он его видит совершенно прекрасно. Для кого-то он более яркий, для кого-то он более сдержанный, какие-то оттенки. Присутствуют какие-то интересные цветовые сочетания. Поэтому зима – это для художников очень такое благоприятное время. Всего на выставке около 50 работ. Среди них и картины художников из Москвы и Нижнего Новгорода. Изучить полотна и погрузиться в зимнюю сказку можно до 21 января. Это какой-то особый мир со своими ритмами от самой темной декабрьской ночи до пушкинского мороза, солнца, день чудесный. Абсолютно другой мир, где люди чувствуют себя по-другому. Такое очищение, может быть, от прошлого года и вера в приход весны. И на нашей выставке присутствуют полотна, которые передают самые разные аспекты такого уникального явления, как «Русская зима». Спортсмены хоккейного клуба «Судогодец» победили на турнире «Золотая шайба». Соревнования посвящены памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Рагулина. В битве на льду приняли участие 8 команд со всех уголков страны. Спортсмены приехали в суток, чтобы показать мастерство и волю к победе. В финале встретились две команды – «Судогодец» и «Ягуар». Последняя приехала из поселка Ува Удмуртской республики. Итог матча 4-2 в пользу хозяев площадки. Я занимаюсь хоккеем 4 года. Соперники были сильные, но недостаточно сильные, чтобы нас выиграть. Почему тебе нравится хоккей? Мне нравится хоккей, потому что это мужской оверспорт, потому что мне нравится бегать там, отнимать шайбы. И в целом мне тоже нравится хоккей. Турнир «Золотая шайба» в этом году уже 23 по счетам. И по сей день он один из самых популярных. Его цель – не только пропагандировать хоккей, но и укреплять молодым поколением дух патриотизма. Мы стараемся делать акцент на то, что не только это игра в хоккей, а это еще и какая-то культурная и, скажем, образовательная миссия. Потому что дети повидали Россию. Здесь были команды буквально со всех уголков. И для них, для всех судок стало прекрасным воспоминанием. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Продолжайте следить за развитием событий на нашем сайте и в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, то звоните нам в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь, а мои коллеги ровно в 19.00 подведут итоги этого дня. Не переключайтесь. Продолжайте следить.